Ряд технологических гигантов, прочно сидящих на Олимпе лидеров прогресса информационных технологий, еще несколько лет назад был бы немыслим без одного имени — Nokia. Нет, и сейчас это имя все еще на слуху и не стерлось из памяти так быстро, как Siemens Mobile, например, после продажи активов Bank. Но все же до былого величия обновленной финской компании еще очень и очень далеко, и тем интереснее взглянуть на то, как же все для финнов начиналось. А начиналось все довольно прозаично, хотя для своего времени и весьма технологично. В середине XIX века в местечке Nokia в финской глуши не было практически ничего, кроме мелких пушных зверей семейства куньих, от местного названия вида которых и появилось само имя местечко, реки и поселение. В 1865 году, насмотревшись на успех ряда компаний по производству бумаги в Финляндии и Германии, инженеры-изобретатель Фредерик Эдостом и его товарищ Леопольд Михелин взяли в банки сходу и построили на реке Нокия свой собственный деревообрабатывающий завод. Ну а после внедрения ряда передовых решений в производстве, заводик начал расти и качество тоже, и постепенно вокруг производства выстроилось внушительное поселение. Когда в начале 20 века Эдостом отошел отдел и бразды правления Нокия перешли к Михелину, начался новый бурный этап освоения бизнеса. Помимо производства бумаги, Нокия стала заниматься выработкой электроэнергии, раз уж все равно используются силы реки. Продавать электроэнергию стали соседям фабрики Finish Rubberworks. Да так успешно продавали, что она в 1922 году стала принадлежать компании Нокия. Можно попробовать провести параллель с днем сегодняшним и то, что с Нокией сделала Microsoft считать маленькой исторической местью за резинотехническую компанию столетней давности. Впрочем, изготовление изделий из резины под крылом Нокия цвело на протяжении восьми десятков лет. За это время выпускались и обувь, и медицинские изделия, и противогазы, и автомобильные шины. В то же время Нокия начала поставлять свои уже продукты из резины компании Finish Cableworks. Для производства телеграфных и прочих проводов в быстрорастущей сфере требовались поставки внушительного количества резины. Для оплеток прочих нужд, и Нокия с этим успешно справлялась. Даже более чем успешно Finish Cableworks также перешла под крыло некогда бестечкового производителя бумаги. Впрочем, до 1967 года эти компании находились юридически в разруизном состоянии, став единым целым. В тех же 60-х годах 20-го века подразделение Нокия по работе с электроникой, выделенное из Finish Cableworks, начало научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области уже более высоких технологий. Время диктовало свои условия, и заняться пришлось полуприводниками и смежными областями. Такая быстрая и смелая смена ориентации в бизнесе еще не раз сослужит компании добрую службу. И к 1969 году компании удалось явить миру первое 30-канальное оборудование импульсно-кодовой модуляции, или PCM, ставшее международным стандартом. Именно это технологическое решение предлагает метод перевода обычного аудиосигнала в цифровой вид. Практически все виды аналоговых данных используют для цифровки сигналов PCM. Так что первая заслуга Нокия нового времени — революция на рынке в первую очередь звуковом. Нокия выпустила и первую цифровую АТС DX200. Размеры Нокия DX200 были, конечно, внушительными, но, судя по обиде у фанатских сайтов и инструкций в сети, да-да, у этой АТС есть фанаты по всему миру. Достойна она внимания и по сей день. К концу 70-х Кари Кайрама очередной директор Нокия принимает решение практически все силы бросить на завоевание западных рынков, где бушевал бум потребительской электроники, компьютеров и мультимедийных развлечений. Нокия поступила привычным для себя способом и купила еще пару фирм, которые специализировались на сборке компьютеров и телевизоров. Впрочем, просуществовала эта часть бизнеса не очень долго. Уже в 1988 году начался отказ от устаревших профилей компании, и шины с телевизорами канули в небытие в составе компании, хотя мониторы еще лет 6-7 пользовались весьма высокой популярностью. А приложение Нокия Монитор Тест и того дольше. Высокие финские стандарты. Правда, Нокия было куда уходить. Заметной вехой на этом пути отступления стоит считать 1979 год. Нокия объединил зачатки своего телекоммуникационного подразделения с Солора, компанией с которой они вместе на протяжении десятка лет работали над технологиями высококачественного радиовещания и создали сотовую сесть АРП для автомобильных телефонов. Совместное предприятие назвали Мобира. В середине 80-х компания успешно занималась созданием телефонов популярного стандарта НМТ. И одним из таких первых устройств стал Нокия Токман, известный также как Мобира Токман. Вид он имел внушительный, весил порядка 5 килограммов, но и предназначался в первую очередь для установки в автомобиль. Для своего времени он был весьма прогрессивным. А вот через три года вышел уже Нокия Ситимэн весом под 750 граммов, вполне себе персональный телефон, который можно было без излишних мучений носить с собой. Нет, конечно, он больше походил на оружие самообороны, но от форм-фактора ядерного чемоданчика ушел уже довольно далеко. Но в компании уже брежил свет нового технологического маяка. В 1990 году был разработан и принят международный стандарт для мобильной цифровой телефонии GSM. Нокия, которая снаружи могла бы казаться неторопливым гигантом, уже в 1991 году создала и представила первый телефон с GSM. Первый звонок с него, к слову, был произведен в собственной сотовой сети компании. К 1992 году было отстечено и реструктуризировано все, что можно было отсечь и реструктуризировать. Вышел Нокия 1011, первый в мире цифровой мобильный телефон для сетей GSM. Первый сот для обработки SMS в Европе — это тоже Нокия. А дальше все пошло по накатанной и по миру пошло распространяться знаменитые поныне Nokia Tune вкупе со слогом Connecting People. Представитель Nokia 2100 1994 модельного года был продан общим тиражом в 20 миллионов штук, хотя успехом для Nokia ставили тираж в полмиллиона. Телефон был создан в версиях для всех появившихся к этому времени стандартов связи. Так начиналось покорение рынков Китая, Японии, США. Впрочем, там занять самое важное место на рынке компании не удалось, поскольку была в фаворе Моторола. Ну а первый китайский завод компании Nokia появился в 1995 году. Лихие для компании 1996-1999 годы запомнились миру выходом ряда культовых устройств, из которых особняком, пожалуй, стоит Nokia 9000 коммуникатор. Отличительной его особенностью стали внушительные по тем временам монохромный экран, QWERTY клавиатура и операционная система GeoS. Работал коммуникатор на базе процессора Intel X86 с частотой 24 МГц и имел 8 МБ в памяти. Устройство породило целую линейку умных устройств с одноименным индексом коммуникатор. Также нельзя не упомянуть и еще один телефон из этих времен, культовый банан Nokia 8110. Оба этих устройства в истории Nokia отметились еще и ролями в кино. С коммуникатором зрители широких экранов могли познакомиться в фильме «Святой», а с псевдослайдером в «Матрице». Правда, быстро откидным флипом оснастили только телефон Neo, пользователям же пришлось сдвигать крышку вручную. Позднее Nokia не раз прибегала к помощи Голливуда, но это не помогло и с продвижением своих устройств на американском рынке, хотя фильмы были громкими. Это и трансформеры, и эмиссия невыполнимая, и адреналин. Хотя наибольшее количество Nokia на погонной метрах кинопленки, пожалуй, можно найти в наших ночном и дневном дозорах. На конец 90-х же пришлось и полноценное становление серии 3, в которой самым культовым устройством, пожалуй, стала Nokia 3310, которая разошлась по планете в десятки модификаций, тиражом под 130 миллионов экземпляров, и вспоминается теплым словом до сих пор. Ее предшественник, 3210, получил, как ни странно, еще большую популярность и населил планету 160 миллионами своих клонов. Сменные панельки, агрессивные рекламы с позиционированием для молодежной среды, сделали свое дело. К слову, сменные панельки — это тоже детище Nokia. И снова 1999 год. Nokia начинает внедрение протокола в АП. Новые технологии — новые телефоны. Двигателем нового протокола стала Nokia 7110. Впрочем, чистый, в АП долго не протянул. Сдался под напором GPS, который Nokia, впрочем, внедряла тоже очень активно. Все эти действия привели к тому, что у финской компании в руках было сосредоточено 40% рынка персональных сотовых терминалов. В 2001 году Nokia с успехом начинает продвижение ММС. Фото, видео, аудио по GPS-каналам летали и весьма активно приносили разным контент-провайдерам не одну сотню миллионов прибыль. В 2002 году вышел первый смартфон Nokia — Slider 760 под управлением SimbyNoise. Также этому смартфону стоит приписать и звание первого камерафона компании. И смартфоны посыпались, как из рога изобилия. Железный N91 с жестким диском для фанатов музыки, N90 с поворотной камерой для начинающих тогда еще мобилографов и средненькие по всем этим пунктам N70 переродились во множество становившихся сразу же популярными устройств. При достаточно высокой цене в своем классе каждая из этих устройств становилась хитом, и так продолжалось несколько лет. Благо инженеры Nokia хлеб свой кушали не зря и создавали, например, такие устройства, как двусторонние мультимедийные Slider N95. Про бюджетный сегмент финны не забывали никогда. И это сказалось на том, что самым продаваемым телефонам в мире до сих пор остается 11.00. Более 250 миллионов штук с 2003 по 2009 год осели в карманах пользователей. Да так у ряда людей там и остались. Пусть и не такой головокружительный, но все же заметный успех получили модель 1280-105. При максимально низкой цене они давали пользователю все самое необходимое. А вот если хотелось потратить деньги на имидж, тут к услугам взыскательного. Потребителя была 7-я и 8-я серии. В ней бал правили слайдеры. Да какие? Титановые корпуса, стальные корпуса, дорогая упаковка. Пусть они и соседствовали с не всегда переданным железом, но это для покупателей Титановый 8910 не имело ни малейшего значения. И для поклонника культа 88.00 во всех их проявлениях было абсолютно все равно, что там за камера в аппарате, когда он делает такой сочный клад-склад с этим слабым слайдером. Вплоть до 88.00 RT или Carbon RT эти телефоны стабильно сметались с полок при цене, заходившей за полторы-две тысячи долларов в зависимости от версии. Если денег было больше, заметно больше, то тут уже дочерняя Верта готова была предоставить варианты с кожей, драгметаллами, разного рода сапфирами, топазами, благо Франк Нуаву, дизайнер от бога. Ну, по крайней мере для той ниши, в которой были популярны те самые Верту. К сожалению, эпоха потрясений заставила материнскую компанию от люксовой дочки отказаться, но сама Верту жива и поныне. Не боялась Nokia экспериментировать и с дизайном, и с функциональной стороной форм-факторов смартфонов. Разнообразные слайдеры, ротейтеры, вращающиеся в разных направлениях, раскладушки, цифровые кнопки по бокам экрана — всё это в изобилии сходило со стапелей множества лабораторий, а затем и заводов компании. Запас прочности казался огромным, а пользовательский кредит доверия — бесконечным. Во многом этому способствовала чёткая разграниченность линейки и строгая приверженность индексации модельного ряда. С начала 90-х пользователи знали, что единички и двойки — бюджетный сегмент, тройки — молодёжно-бюджетные, пятёрки — либо защищённые, либо продвинутые аппараты Nokia 5510, например. Шесть — умные, семь — красивые, восемь — если денег было больше, чем можно было купить в серии на семь. Девятитысячные — коммуникаторы. N и E серии стали столь же понятными — медиа и бизнес соответственно. Дальше компании оставалось только следовать этому неймингу, хотя впоследствии серии E упразднили, переведя профессиональные решения в 90-ую серию N линейки. Пользователь всегда знал, что ему купить, и терялся в именах и других индексах, если они не совпадали с привычной парадигмой индексации Nokia. Симбион для сенсорных устройств, если не брать в расчёт тормозной 7710, воплотился в модели Nokia 5800. Но было уже поздно. Несмотря на активнейший пиар, устройство не смогло тягаться с вошедшими в побор Android и iPhone. Хотя, с точки зрения технологий, было интересно. Все последующие попытки создать модный сенсорный смартфон, по сути, ни к чему не привели. Да и сейчас можно встретить людей с упрощёнными 5800, но это были скорее инерционные покупки, привычка к имени, которая постепенно сходила на нет. 2010 год в компании многим фанатам Nokia считается чёрным. На должность исполнительного директора финской компании был назначен Стивен Элоп, выходец из компании Microsoft. Правда, тогда же на рынок поступила Nokia N8 с обновлённой Simbine 3, но это была уже лебединая песня Simbine. С прихода Элопа, Nokia жёстко сменила направление смартфоностроительного сегмента в сторону Windows Phone. Simbine и Migo были, по сути, объявлены вне закона. Последним смартфоном на Simbine Bell стала Nokia 808, смартфон с камерой в 41 Мп. Это позволяло либо получать возможность обрезать кадр без особых потерь в качестве, либо значительно повышать качество самого снимка за счёт программного объединения соседних пикселей. Позднее в Nokia Lumia 1020 повторили опыт применения такого же сенсора, носившего имя PureView. В итоге этим именем окрестили все современные камеры в смартфонах Lumia старшего класса. Доля Nokia на рынке смартфонов упала с 30% до 3 за 3 года, что само собой уронило цену на компанию во много-много раз, сделав её выгодной целью для поглощения. С одной стороны, нельзя сказать, что во всём виноват Стивен-разрушитель Элоп. Simbine свой век отживал, и держаться за него было бы равносильно самоубийству. Но вот то, что перспективные наработки из области Migo были похоронены, хотя и не безуспешно переродились под знаменами Samsung в Tizen, а в сторону Android не было сделано ни единого шага, Nokia X не в счёт, это уже странные поделки времён Microsoft. В этом есть вина ставленника Microsoft, как ни крути. Впрочем, частично виноваты инженеры. Ну вот, нетбук Nokia Booklet 3G. Все делают нетбуки, мы сделаем. А нет, не взлетело. Или аксессуарика. Больше гарнитур, велозарядок, наушников с экранами, без экранов. И потом аккуратненько списываем складские остатки, поскольку прожжённых гигов среди покупателей было не так уж и много. Да, фанаты гонялись за самыми передовыми продуктами вроде той же Nokia 905 с отличным активным шумоподавлением, но фанаты и потребители касты настолько разные, что перекос в сторону первых не может и не должен являться определяющим в политике компании. В итоге, в первых числах сентября 2013 года Microsoft выкупила структурное подразделение Nokia, занимавшееся производством сотовых телефонов и прочих мобильных устройств. Стоит, пожалуй, лишь отметить, что кроме Lumia 1020, значимых устройств, к сожалению, за это время так и не вышло на операционной системе из Redmond, хотя идей и шансов было действительно много. Впрочем, доля компаний на рынке смартфонов в низшей ценовой категории была весьма неплохой за счёт дотации со стороны Redmond-ского гиганта. Microsoft сейчас уже отказалась от бренда Nokia и выпускает смартфоны под маркой Microsoft Lumia, но в 2016 году стекает исключительное право Microsoft на использование бренда Nokia для смартфонов, и это может дать старт новой эпохе. Сейчас та Nokia, что осталась в Финляндии, продолжает искать свои пути развития. Первым из них стало, по сути, лицензирование своего доброго имени той же компании Foxconn. Плодом этого союза стало появление планшета Nokia N1, с которым вы можете познакомиться в обзоре наших коллег из Androidinsider.ru. Пусть и запоздалый, но выход на Android-рынок должен вернуть компании былую славу. Вторым направлением подразделения Nokia Technologies для сегодняшнего стала виртуальная реальность. Свежая ниша — то, что всегда выручало компанию в трудные времена. Первой ласточкой стала, ну, или должна стать камера Nokia OZO. Весьма интересный продукт, созданный для создателей трёхмерного контента для новомодных. Oculus Rift, Samsung Gear VR, HTC Revive, Google Cardboard и масса других приспособлений, которыми сейчас так интересуются все адепты высоких технологий. Ну а вдруг? Второй же структурный сегмент корпорации сосредоточен на сфере B2B. Nokia приобрела Alcatel Lucent за 15,6 миллиарда евро и стала единоличным владельцем подразделения Networks. По сути, на европейском рынке конкурентом компании в этой нише остается лишь другой исторически весьма любопытный игрок Ericsson. Надеемся, и до него в нашем цикле дойдут руки. А вот от картографического сервиса Nokia Hero компания предпочла избавиться. Да, в своё время на приобретение Navtec в создании качественной навигационной экосистемы было потрачено более 10 миллиардов долларов, включая 8 миллиардов за сам Navtec, но группе немецких автоконцернов всё это картографическое великолепие достанется за 2,5 миллиарда. Тяжёлые времена сказались и на этом. Для меня, да и для многих других моих современников, синонимом мобильного телефона, да и смартфона является Nokia. Нет, были и другие культовые, не побоимся этого слова, гиганты этой индустрии, но с середины 90-х до конца нулевых уж точно слоган Connecting People был знаком всем и каждому. К счастью, история Nokia на этом не закончена, но закончен наш исторический экскурс в неё. Спасибо за внимание, делитесь с нами своими воспоминаниями, мнениями и, само собой, своими предложениями, какую компанию с исторической точки зрения следует нам рассмотреть в следующих выпусках. Пока!